Микс Ньюс Любый, я надеюсь, и меломанный, потому что сегодня все-таки у нас пойдет речь о той области, которая соединяет кино и музыку. Мы поговорим о музыке в кино. И сегодня вот мы по этому поводу как раз-таки пригласили в нашу студию директора фонда Германа Брауна Инна Давыдова у нас сегодня. Здравствуйте. Добрый день. И скрипачка Элина Букша. Здравствуйте. Добрый вечер и день. Вот я с огромным удивлением вообще, когда готовился к программе, узнал, что в принципе писали ведь музыку для кино. Даже Сергей Прокофьев писал музыку для кино. И вот Александр Невский, Иван Грозный. Причем меня поразил тот факт, что великий Эйзенштейн монтировал фильм под фонограмму Прокофьева. То есть, получалось, что задавало тон монтажу, ритм именно музыка. Даже вот сам Эйзенштейн признавал здесь первенство музыки и первенство композитора. Да. Ну и, конечно, вот какую роль, может быть, по вашему мнению, играет музыка в кино, в современном кино? И насколько эта музыка часто ли используется все-таки для того, чтобы она исполнялась на концертах? Насколько она удобна для исполнения на концертах? Ну, я очень лично, конечно, когда я смотрю кино, для меня музыка безумно важна. Я, как музыкант, естественно, очень сильно реагирую на атмосферу, которую создает объединенная музыка. И я вот, когда сегодня думала, о чем бы я хотела поговорить, о каких композиторах, о каких фильмах, я вспомнила своего любимого Стэнли Кубрика, который очень часто использует классическую музыку именно. И я думаю, что очень мало режиссеров, которые настолько точно попадали в цель, чтобы настолько подчеркнуть то, что происходит в данный момент в этом фильме и в сопровождении этой музыки. И мне кажется, это уже такой шедевр. Сегодня, когда мы говорим про Кубрика и классическую музыку, вот его выборы, они, правда, стоят уже как отдельные такие алтари прямо. Но у меня ощущение, что полет Валькирии, он уже как-то намертво ассоциируется как раз-таки с полетом вертолётов, пролётом этим анаминитым. Именно, да. Или, например, если мы говорим про более старое кино, тогда я вспоминаю «Смерть Венеции» Тома Самана, где я использую эту музыку Малера, его «Десятой симфонии», и мне кажется, что этот фильм не был бы этим фильмом без этой музыки. Вот это становится таким, такой важной частью, таким очень, как на английском говорят «signature», это почерк фильма. Так что, чтобы ответить на вас в вопрос, я, конечно, считаю, что музыка, наверное, абсолютно пропециально важна, так же, как и сюжет, и режиссёр, и идеи. Но это мы говорим о том, когда режиссёр берёт классическое произведение и действительно использует его как саундтрек, а ведь очень многие режиссёры предпочитали работать уже, и, кстати, очень часто работали уже с одними и теми же композиторами. Там можно вспомнить массу примеров, если брать популярную музыку, то Александр Зацепин и Гайдай, это, в принципе, они воспринимаются неразрывно. Ко всем фильмам он писал. И таких примеров тоже можно вспомнить много, но интересно, что вот здесь вот эта музыка, которая звучит в списке Шиндлера, та же самая скрипичная тема, Вот насколько её уместно вставлять в концерты? Насколько не слушается ли она? Ну, мне кажется, это такая красивая музыка, если мы говорим про Шиндлер-Лист, что это произведение, конечно, оно сразу ассоциируется с этим фильмом и с очень грустным подтекстом, конечно. Так что мне кажется, что в этом случае, благодаря фильму тоже, эта музыка будет вечно жить, правда. Ну, если бы вот вам предложили включить, скажем, в свой репертуар это произведение, насколько, ну, или просто... Ну, я бы подумала, я бы подумала, наверное, очень так конкретно, потому что, конечно, есть какие-то концерты, когда, может быть, тема позволяет, или когда вас спрашивает, например, очень конкретно исполнить вот такое-то произведение, потому что там, значит, тема концерта очень такая определенная. Но я бы, честно говоря, я бы не трогала эту музыку из-за тоже очень грустного, конечно, контекста, да. Хотя вот если один из тоже таких знаковых фильмов «Реквием по мечте» и там Клинт Мэнселл, эта тема вот совершенно, она звучит, ну, в принципе, как абсолютно академическое произведение. То есть настолько... И это многие вот... Ну, я не буду сейчас пытаться ее воспроизвести, но настолько это... Она вот захватывает и она настолько ассоциирует, ну, в принципе, пишет всегда для фильмов Дарына Ароновски. Это тоже один из примеров, когда они постоянно... Да. Я думаю, что, наверное, с временем тоже, естественно, что композитор и режиссер настолько хорошо друг друга знают. Я сейчас помню, я смотрела фильм... Как же его звали? Это режиссера, итальянца. Я должна вспомнить, я потом вспомню. И он заказал Тому Йорку из Радио Хэд написать музыку к его фильму. И, как я знаю, Том Йорк очень-очень сильно сопротивлялся этой идее, но потом это получилось что-то совершенно волшебное. А какому фильму? Фильм... Я должна вспомнить имя. Это сейчас совсем его недавно. Хотя бы название фильма, я имею в виду. Тогда мы вспомним режиссерам. Я должна вспомнить. У меня что-то вдруг вылетело из головы. Пока Инна будет говорить, я вспомню. А ты мне уже телефон... Я могу даже... Да, да, конечно. Да, потому что фильм получился не очень хороший, честно говоря. Я просто его вычеркнулась в своей памяти, да. А бывает так, что музыка лучше фильма? Я думаю, что на данном случае это именно тот случай, да. А не может ли быть так, что сочинение вот музыки для кино сейчас может очень, ну, быть выгодным делом для композиторов, у которых, ну, скажем, мы понимаем, что на концертах, в концертных программах чаще всего звучит классическая музыка. Очень сложно какие-то новые произведения все-таки пробить. А музыка, кино, она, фильмы идут в кинопрокате. Затем у них начинается жизнь долгая в каких-то всевозможных других формах. И, насколько я знаю, композитор получает каждый раз какие-то авторские отчисления. И это было даже и в Советском Союзе, когда актер, ну, то есть это был парадокс, что, по-моему, актеры не получали, они получали зарплату и за сделанную, а композитор получал за каждый выход этого фильма на экраны. Вот для современных, может быть, композиторов, которые пишут музыку, академическую музыку, для них это какая-то вот возможность все-таки хорошего все-таки заработка, может быть, которую бы они не имели, если бы их произведения редко исполнялись, может быть, в каких-то концертных залах. Ну, я бы сказала, что в свое время, я думаю, что музыка кино спасла в физическом смысле Альфреда Шнитке, потому что его музыка же была, в общем, под запретом, и он писал музыку для кино, иногда даже, насколько я помню, под псевдонимами, то есть его имя даже не было опубликовано в списке. То же самое, кстати, было с Юлием Кимом, и он тоже был под запретом, как диссидентствующий бард, а его музыкой, он, по-моему, был Петров, что ли, или Петров, или Иванов, какая-то вот такая была совсем, ну, незаметная фамилия, но вот он к некоторым фильмам, художественным фильмам писал музыку, он очень талантливый композитор, вспомним обыкновенное чудо в фильме, это же его музыка, и, кстати, по-моему, именно в этом фильме его фамилии в титрах нет. Да, 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 хотя это, ну, там, у меня в голове эти мелодии вертятся, они потрясающие, одна, другая изобретательнее, и я, ну, мы можем вспомнить о таких симбиозах, как Феллини и Нина Рота, именно, например, да, и это просто одно без другого уже невозможно, ты слушаешь музыку Нина Рота, у тебя как мультики начинают бегать, да, вот эти герои и какие-то движения, но я сегодня, вот, пока вы говорили, я подумала о том, с чего всё начиналось, что немое кино, в котором не было человеческого голоса, в нём уже сразу была музыка, и это был либо топёр, либо оркестр, причём я вспоминаю книжку одного советского музыканта и музыковеда, который подрабатывал в революционные годы, подрабатывал топёром, и как он, по-моему, это был фильм броненосец Потёмкин, а ему надо было готовить экзамен в консерваторию, заниматься, и он просто стал играть Баха, прямо одно за другим, всё, что ему надо было по программе, и он был потрясён, насколько вот баховские конструкции укладывались в кадры вот этого фильма и создавали, конечно, ему глубину ещё дополнительную, и я думаю, насколько от музыканта, от композитора много зависит, но вот интересный вот этот факт, что вы сказали, что режиссёр под музыку, но это как балетники, например, пишут композитор балет, разные же есть схемы, и у Чайковского тоже, например, было по-разному, ему говорили, здесь должно быть ПДД, здесь должно быть быстро, здесь медленно, и он писал, и потом под его музыку уже рисовали хореографию, скажем, да, то есть эти вариации, они многообразные, а вот что касается исполнения музыки кино в академических концертах, это такая тема очень тонкая, я бы сказала, но вот я как слушатель, как музыкант и как продюсер одновременно могу сказать, что у меня было некоторое такое предубеждение, скажем, да, когда мне очень известный оркестр, кстати, Элина с ним тоже играла, это камерный оркестр Ласкало, они, когда первый раз по моему приглашению приезжали в Ригу, они включили в программу музыку Нина Рота из кинофильмов, и меня это так резануло, когда я прочла этот список, потому что я в этом усмотрела, ну, это, конечно, некоторый снобизм, наверное, можно и так сказать, нас, как вот таких очень академических все-таки музыкантов, мы любим разную музыку, но вот концерт это святое, и меня это немножко покоробило, мне показалось в этом некоторое такое заигрывание, как будто бы, да, вот с публикой, вот, как бы продвигать себя не за счет своей славы, как камерного оркестра, а за счет вот такой, ну, попсы, скажем, да, такой вот музыкальный, но удивительным образом, а, я вспомнила, они мариконы играли, они играли мариконы, я вспомнила сейчас, но в концерте, вот удивительным образом, когда ты слушал просто эту музыку, как одно за другим эти произведения, это у тебя все укладывалось в очень красивую, стройную картину, и не было ощущения, что вот те итальянские композиторы, они-то настоящие, а мариконы, ну, это так, ну, подложка музыкальная, такого ощущения не было, вот все-таки, когда это в концерте уже звучит, и ты отрешаешься от того, что это 18 век классика, это 20 век классика, там Пучини они играли, что-то, а тут вот киномузыка, ну, вот все-таки не зря ведь говорят, есть музыка хорошая, и есть музыка нехорошая. И еще я хотела сказать, что ту роль, которую музыка сегодня играет в кино, 200 лет назад она играла в опере. Ну, я, да, да, я, в принципе, вот... Если вспомнить, что даже имена композиторов могли даже не публиковаться на афишах, потому что главным был либретист, каст, то есть автор содержания, плюс артисты, то есть так же, как сейчас в кино, режиссер и каст, да, а музыкант, иногда я сижу и жду, ну, кто ж там музыку-то написал, ну, где эти титры, ну, когда уже будет, допустим, да, а было именно так, то есть музыка была на службе у драматического действия. Ну, конечно, мы понимаем, что когда это был Гендель или Хассе или Вивальди или Моцарт, это все было по-другому, но вот мы и говорим только благодаря им это стало по-другому, но, в принципе, традиция-то была другая, ну, поэтому и сейчас то же самое получается. И, между прочим, музыка того же Шостаковича к фильму «Овод», предположим, она тоже существует абсолютно отдельно просто, вот романс этот, потому что он изумительной красоты музыка, пусть это и не очень Шостакович как бы, да, и вот тот же его вальс, который он терпеть не мог сам, а вальс теперь вообще, ну, самое известное сочинение, кстати, в том числе и благодаря фильму «Кубрика». Да, 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 конечно. Но Шостакович был такой другой все-таки, вот, как бы, писая свою музыку и фильм. Ну, вот, тем не менее, это действительно, да, в советский период многим это давало возможность просто хлеба, потому что, ну, если ничего не исполняется, ну, и, во-первых, записывать, сочинять, во-вторых, просто реализовывать свою творческую энергию, иначе это же невозможно, когда это все в тебе бурлит. И мне кажется, наоборот, это интересно, то, что можно, если один и тот же композитор может писать такую разную музыку, вот, это тоже, это же вопрос не только таланта или вдохновения, это вопрос просто мастерства, как ремесла, что я умею это, и я умею то, а я могу, если надо, я это сделаю тоже, и оно станет тоже великим, потому что там будет печать мастера. А я еще думаю, что это дает, конечно, дополнительную известность еще. Ну, естественно, открываешь такой новый круг. Кто бы, например, Мишеля Леграна, я думаю, знал бы, ну, вот как-то так будет. Не была бы у него такой популярность, конечно. И это, но вот получается, как будто бы такая улица с двусторонним движением, то есть, с одной стороны, музыка дает фильму, ну, какой-то вот шарм, а с другой стороны, кино позволяет композитору составить имя и разносит его произведения по всему миру, учитывая, что фильмы идут в разных странах и международный прокат. Да, да. И еще вы говорили о том, что вот они, это и возможная заработка для современного композитора, а я еще думаю о том, что ведь фильмов создается просто безумное количество, ну, просто безумное, это исчисляется тысячами в год. Конечно, это хлеб для музыкантов и для композиторов, и для исполнителей. Но это, наверное, в какой-то степени сегодня это уже выделяется в отдельную профессию, то есть, кинокомпозитор, наверное, да? Конечно, такие существуют, их очень много, и они известны именно из-за этого. Потому что я думаю, что здесь есть тоже вот элемент простого ремесла, когда режиссеру, например, не нужно там концерт, а ему нужно просто вот... Мне нужна здесь тревожная мелодия, вот просто что вот... Да, да, да. Саспенс. Да, да, да. Ну, хотя здесь тоже можно сделать вот шедевр, как Джон Уильямс к фильму «Челюсти». Я хотела вот вспомнить Джона Уильямса, который, мне кажется, совершенно гениальный. Я тут еще недавно, мы как-то с друзьями, мы страшные фанаты Гарри Поттера, и мы вспоминали эту музыку, которая, мне кажется, такой шедевр. Я просто очень люблю книги, и мне, как фанату именно этих книг, я помню все эти образы, я помню все эти совершенно сумасшедшие ее идеи. И эта музыка, она сделала эти фильмы, в принципе, лучше, потому что фильмы не очень, мне кажется, получились как бы по сравнению с книгами, но это такой случай тоже, когда музыка выносит фильм в другое качество, на самом деле. Если я не ошибаюсь, вот я даже видел, по-моему, очень любопытное, выкладывали видео, когда Джон Уильямс просто как человек удивительно с чувством юмора, по-моему, возле дома поклонники или какие-то, вот я сейчас боюсь даже ошибиться, или актеры, они устраивали, вот именно, играли, нет, по-моему, несколько музыкантов, они играли вот эту мелодию из «Звездных войн», и вот он вышел к ним и присоединился, и, в общем, очень было, да, вот говорили о том, что невероятно как-то очень демократично, очень весело это, ну, то есть он сам, хотя я понимаю, что эта мелодия, и мелодия, наверное, ему уже очень-очень сильно надоела, и… Ну да. Здесь какой-то вот момент самоиронии. Ну вот ещё интересный вот момент, который у меня удивляет, говорят же, что природа там отдыхает на детях, ну, талантливых людей, но вот если взять отца и сына, вот Исаака Дунаевского и Максима Дунаевского, вот они оба вот именно, благодаря музыке кино, тут, ну, «Дети капитана Гранта», понятно, это мелодия, которая там, ну, знакома абсолютно каждому, и в то же время вот у Максима Дунаевского это всё-таки и безумно популярный песник «Мушкетёром», и «Мэри Поппинс», и «Карнавал», и «Ах, Вадевиль, Вадевиль», конечно, может быть, это более такая популярная музыка, но тем не менее вот которая тоже разлетелась и стала очень любимой миллионами, вот тоже поразительно, что здесь и отец, и сын в одной профессии, они как-то, ну, практически, ну, были равнопопулярны, не скажем вот гениальны, но равнопопулярны. А мне, между прочим, интересно, что, как если внимательно вслушиваться в лёгкую музыку Исаака Дунаевского, ты видишь очень много цитат из классической музыки. У меня однажды был просто невероятный случай. Мне надо было выучить какую-то арию, ну, кому-то играть из какой-то оперы Беллини, по-моему, из «Нормы» или из «Лючи», я не помню, не помню. И я думаю, дай-ка я поиграю, что там ещё? У меня был целый клавир всей оперы. Думаю, дай почитаю с листа, и вдруг в какой-то момент я натыкаюсь на такой мотив, «Тарам-парам-папарам», и я подпрыгиваю. Думаю, я же это знаю. Подождите, но я же не знаю эту оперу Беллини. Откуда я эту музыку знаю? И тут я понимаю, что это Дунаевский, марш энтузиастов. То есть так легко позавимствовал. Ну, и у него масса. И, кстати, есть один московский музыкант, скрипач. Ты его знаешь? Я сейчас вспомню, как его зовут. Он дружит с Кристиной Блауманой. Боже мой, забыла вдруг сейчас. Он во время пандемии, когда они там запертые сидели, вообще запертые в Москве, он занимался тем, что он ставил какие-то кусочки музыки, вытащенные из Ютьюба. Например, из кинофильмов или что. Ты спрашивал, что это за композитор. Или наоборот, давал Баха, Бетховена и говорил, кто у них воровал. И там это были такие викторины. Минц. Минц, да, Роман Минц, скрипач. Он такой очень образованный в этом смысле человек, такой эрудит музыкальный. Он всё отовсюду знает, всё совсем может сочетать, видит эти связи. Это было так забавно. Но у меня не было времени вот всё это слушать. Но там были просто десятки этих примеров, вот этих заимствований, компиляций. Ну, не будем называть слово плагиат, но тем не менее. Очень забавно. Мы сейчас сделаем маленькую паузу, после чего продолжим программу «Синема». Ещё раз я напомню, что Инна Давыдова и Елена Букша в нашей студии мы говорим о музыке в кино. Продолжается программа «Синема». Сегодня мы говорим о музыке в кино. Инна Давыдова и Елена Букша у нас в студии. Но, может быть, перед тем, как мы ещё раз вспомним, повспоминаем ещё замечательных, прекрасных композиторов, любимые фильмы. Может быть, несколько слов о музыке. Кстати, вот музыку Баха тоже очень часто используют в кино. И тут, по-моему, можно вспомнить и фильмы Тарковского, где она звучит. Ну, и я думаю, что во многих других картинах. Ну, вот у меня, наверное, вот у Тарковского в «Солярисе» вот сразу вспоминается там, кажется, что прямо вот он. Да. Ну, музыка Баха такая бесконечная, особенная и, конечно, неповторимая. Так что я, конечно, я как исполнитель очень часто, в принципе, вижу какие-то такие интересные ассоциации, которые возникают во мне пока, когда я играю эту музыку. Очень часто это связано с каким-то очень таким стремлением к чистоте, к духовности. То, что, конечно, нам всем кажется, особенно сегодня, мы очень нуждаемся в этом. Мы ищем эту надежду в себе. И хотела рассказать про концерт, что, конечно, музыка Баха всегда была очень важна для меня, как для Скрипача, нам очень повезло, что у нас есть эти знаменитые три партиты, три сонаты, еще много других произведений, но это как бы такая основа. Мне кажется, что человек должен очень расти, чтобы найти в себе эту силу играть Баха, потому что играть Баха очень сложно. Мы до сих пор не знаем именно почему. Наверное, это какой-то такой неуловимый идеал, который мы пытаемся найти в себе. Может быть, это все иллюзия. Может быть, мы должны эту музыку играть просто так, как мы чувствуем. Конечно, есть разные направления, разные исполнители, которые позволяют себе ее играть абсолютно современно. Другие очень углубляются в стиле барокко, играют старинными совсем инструментами барокко. Кто-то играет Баха просто так, как хочется, абсолютно романтично. Очень разные музыканты. Но я именно во время первого локдауна, когда я была дома у себя в Брюсселе, я поняла, что сейчас пришел момент, и у меня это просто было очень правильное ощущение, что я нуждалась в этой музыке. И это у меня достаточно редко бывало мыши. Я просто должна была ее очень часто играть, например, на конкурсах, на каких-то очень таких тематических концертов. Но тут вдруг это просто была необходимость. Так что в воскресенье Бах будет самым главным героем. Но рядом с ним стоит еще другой герой. Это Родион Щедрин, русский композитор, современный композитор, которого я очень сильно полюбила тоже за последние полгода. Он мне всегда был очень интересен. И я слушала некоторые его балеты, его симфонии. Но это всегда для меня было что-то такое, ну, я хотела это отложить на какое-то время, потому что музыка достаточно сложная. С ней не очень легко дружить, скажем так. Человек должен найти этот правильный ключ. Нужна голова. Нужна голова. Нужно найти в себе силу тоже анализировать все, что ты слышишь и чувствуешь. И вот эта соната, которую я исполню в воскресенье рядом с музыкой Баха, посвящена Баху, на самом деле, к его 300-летию. 300-летию, да. 300-летию, да. И совершенно поразительным образом композитор Щедрин включил разные цитаты с его партий и сонат Баха в этой своей сонате. Потом уже более сложно объяснить, как он гармонизирует эту сонату. И тоже там есть разные, как говорятся, месседжи музыки Баха, именно написанные для скрипки соло. Так что я решила, я решила поставить как бы в эпицентре эту сонату Щедрина и со всех сторон ее окружить Бахом. И получается такой совершенно сумасшедший контраст, на самом деле. Но, да, контраст даже немножко иногда больно, насколько он такой агрессивный даже иногда, потому что в музыке Щедрина именно в этой сонате Эхо такие разные киносюжеты, которые не всегда очень оптимистические. Но мне кажется, что мы все должны посмотреть, наверное, иногда правде в лицо. Я думаю, что, конечно, сейчас очень сложное время. Я бы хотела посвятить просто этот вечер всем нам, всем людям, которые страдают от этой ситуации сейчас в мире. И мне кажется, что вот именно в этом контексте с Бахом и Щедрином это может быть как такой, как это Бродский говорил, spiritual сеанс, он говорит. Духовный, это не духовный сеанс. Спиритуальный сеанс. Да, спиритический сеанс. Спиритический сеанс. Да. Вот это у меня такое пожелание. Я не знаю. Но это на самом деле, да, должна сказать, что у Элины есть удивительная способность вот быть этим медиумом. Медиумом, да. Да, натуральным медиумом. То есть, если даже самый крупнейший журнал для струнников, «Страт», знаменитый, но это укороченное слово «Страдивари», который выходит в Англии, писал об Элине, что у нее невероятная способность музыкального рассказчика, а это большая редкость. Потому что очень многие играют, но вот когда ты не просто заставляешь себя слушать, или, допустим, хочется слушать этого музыканта, потому что это красиво, или это романтично, или это элегантно, или это цепляет тебя за какие-то твои нервные окончания, а потому что он тебя забирает в свой мир, вот и прямо как на подносе тебе рассказывает вот те или иные музыкальные истории. У Элины этот дар с детства, и он все развивается и развивается, а в музыке соло, когда скрипка одна на сцене, без поддержки, без партнера, то есть ты и все, больше никого вообще. Это очень редкий случай. И, между прочим, по поводу Баха, да, поэтому мы очень надеемся, что наша публика эту музыку, этот концерт, эту идею, эту Элинину идею объединения двух композиторов оценит. Но я вспомнила по поводу Баха, ты сказала, мы должны расти, ведь не случайно Крэмер, сколько он баховских записей сделал. И он несколько лет назад снова записал партиты Баха, ему, наверное, тогда было 64-65, может быть. И он, я присутствовала на этих записях, это в реформатской церкви в Ринге записывалась, немецкая фирма приезжала, и он мне потом сказал, ну, теперь я могу быть спокоен. Вот, я это сделала, наверное, так, как я это хотел. Это ему уже, а он это уже не делал ни первый раз. И еще забавный случай с велончелистом. Миша Майский мне рассказывал, как он зашел в каком-то зарубежном городе в магазин звукозаписей, ходит, смотрит, там новые какие-то новинки изучает, и слышит, запись транслируется, кто-то отвратительно, просто отвратительно играет Сюди Тибаха для виолончели соло. И он, естественно, слушает, думает, какой ужас, какая безвкусица. И он купил какие-то диски, подходит к кассе платить, и мальчик, который работает, говорит, маэстро, мы вас узнали, мы надеемся, что мы вам сделали приятным. Ну что, мне прямо возьму, вашу запись поставили. Он свою старую запись услышал и был в ужасе от того, как она не соответствует тому, что он хотел. А вот, кстати, говоря про несоответствие тому, что он хотел, вот если вернуться к музыке кино, вот я как раз прелюдию номер пять соль минор Сергей Рахманин «Старший сын». Вот в детстве именно услышал вот именно в этом фильме, когда он вышел на экраны, а дело в том, что режиссер, как раз режиссер этого фильма, Василий Мельников, он специально, вот это была его задумка, ему предлагали, давайте сделаем очень, ну вот соберем оркестр, исполним. Он говорит, нет, я должен сделать, это должна быть на таком достаточно полупрофессиональном уровне, потому что ведь герой Леонова играет вот в каком-то таком захолустном в зальчике, и это все такие. И я вот просто с ужасом понял, что долгие годы у меня в голове звучало вот именно вот это специально подпорченное вот версия Рахманинова, потому что она действительно потом, как я пересматривал не так давно фильм, потому что когда я слышал ее уже в других исполнениях, я думаю, боже мой, как она по-другому звучит, вот что же это, прям как будто бы друг, и вот пересматривая фильм «Старший сын», я вдруг понял этот замысел, как вот прямо вот у них просто все дребезжит, вот идет просто в разнобой, и это специально испорченное вот произведение Рахманинова, которое вот отвечает режиссерскому замыслу, которое должно показать вот это, падение, ну как бы не то, что падение вот героя Леонова, но что вот он вынужден играть вот где-то в каком-то захолустном совершенно аркизме. Ой, как мило, я не смотрела этот фильм, я тоже не знаю, теперь захотелось посмотреть. Это вот по пьесе Вампилова, старый, очень старый, старый фильм, «Старший сын», да, там играли и Караченцев, молодой Боярский, и, конечно, Евгений Леонов, совершенно замечательная роль, то есть это было. Как интересно. Очень интересно. Да. Вот еще вот из тех вот историй, да, вот баек, которые я слышал, это про Владимира Дашкевича, как он писал музыку к Шерлоку Холмсу, когда ему буквально вот режиссер, ему поставил заставку, по-моему, BBC, и вот ткнул пальцем и сказал, «Я хочу, чтобы было примерно то же самое». Вот он, услышав эти позывные BBC, сел за рояль и вот сочинил вот этот... А я как раз хочу сказать, что когда я делала пару лет назад лекцию о Генделе, о Генделе, я говорила о том, что вот человек из другой культуры, из Германии, который обучался итальянскому стилю, приехал в Англию и стал там своим, еще и потому, что он воспринял очень быстро вот этот английский стиль. И что стала я играть в качестве примера? Дашкевича. Специально. И все так подпрыгнули, это Генделе, я говорю, нет, это Дашкевич, который сделал то же самое. Ох, там, па-пам-пам-тарам. Это же, ну, типичное, вот это праздничное такое, фанфарное начало, которое в Генделе, в пятой части всех его сочинений присутствует. И вот я показывала, как пример, вот как можно это присвоить, переделать и вот сделать актуальным. Да, удивительно. И еще я вот вспоминаю, если вспоминать какие-то таких, таких популярных, Эдуард Артемьев, наверное, как тоже вот очень интересный такой композитор, который работал и с Тарковским, и с Михалковым, и с Кончаловским в Сибириаде, тоже вот у него больше электронной музыки, но при этом вот это какая-то такая грань. Вот его многие говорили, что Филипп Глаз и Эдуард Артемьев, они ушли вот немножко в электронику, в электронную музыку, но тем не менее вот они оставались тоже в рамках как бы академической музыки, писали, но написали при этом тоже очень много для кино. Вот интересно, вы упомянули Филиппа Глаза. Для меня этот композитор, я больше его люблю именно, когда я смотрю кино, честно говоря, потому что мне кажется, что он обладает невероятным совершенно даром вот этой бесконечности, которая настолько подходит вместе с картинкой, что отдельно его музыку мне... Я, наверное, еще просто не пришла к этому, но это совсем для меня так как-то пока что невозможно, но я вспоминаю такой фильм, называется «Часы». Да, да, да. Это Никол Кидман, Джулиан Мор и третья актриса. Подвержение Вульф. Вильджиа Вульф, да, да, да. Да, третья актриса тоже у меня вылетела из головы, кто же там был. Кидман? А Мэрил Стрипп, конечно. Мэрил Стрипп, да, вот Мэрил Стрипп. Это все проходит разные... Разные... 60-е, потом... Так, нет. 40-е годы, по-моему, когда жила Вильджиния Вульф, потом 60-е, 70-е, и потом современный Нью-Йорк с Мэрил Стриппп, да. И там эта музыка, я помню, что она меня настолько тронула, что я даже потом скачала себе саундтрек и его просто слушала так в последнее время, потому что это правда было невероятно. Многие, наверное, так и делают. Это в самом деле, вот, переслушивая музыку. И я знаю, что люди, вот, поклонники, там, «Бегущего по лезвию», они просто, вот, музыку Ван Гелеса из фильма, вот, Ридли Скотта, прямо слушали вот начало и до конца, потому что это вот тоже вот как полностью симфония этого фильма. Она постоянно, такое ощущение, что вот постоянно звучит его музыка, вот, в кадре, вот, в этом таком футуристическом фильме будущего. Вот, а если, вот, не знаю, музыка французского кино, я сразу вспоминаю Владимира Косма, который, наверное, тоже один из самых плодовитых тоже сочинителей музыки, причем, ну, практически все фильмы с Пьером Ришаром, Депардье, с Оленом Делоном, там, ну, вот, он писал музыку практически для всего, вот, кинематуру, там, 60-х, 70-х и 80-х годов, который, ну, не говоря уже там про игрушку, которая там стала его фирменной визитной карточкой, это уже такой удивительный был композитор. Я смотрю, что у нас так потихонечку время уже подбирается к концу, может быть, мы еще раз наших слушателей пригласим на концерт, потому что не так много их происходит в наши дни, и вот как-то, я понимаю, что вы еще успеваете просто проскользнуть. Проскользнуть, да, но видите, когда у нас сейчас был концерт Дебарга, потом люди, которые обычно ставят посты после каких-то событий, все отметили, что было ощущение, боже мой, а вдруг это последний концерт, опять последний. Ну, вот сейчас, я надеюсь, что наш следующий концерт будет, конечно, не последним, но в любом случае мы проскальзываем еще в эту узкую дверь, и этот концерт состоится в воскресенье в нашем концертном зале Артиссимо в 6 часов начало, и Элина будет рассказывать о музыке, которую будет играть, а после концерта, конечно, можно будет с ней пообщаться и задать вопросы. Элина, вы слышите, замечательный рассказчик, билеты можно приобрести у нас на сайте ХБФ, ЛВ, Хермони Брауна Фонс, или в системе Билиш Сервис. Еще несколько билетов есть, потому что, конечно, у нас очень ограниченные возможности. Ну и сама, мне кажется, такая атмосфера очень такая дружелюбная, располагающая. Да, у нас там будет немного, и мы все очень ответственно относимся к тому, чтобы беречь друг друга. Ну и в программе будет музыка не только Баха, но и Родиона Щедрина. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо Инна Давыдова, Элина Букша. Олег Пек, сегодня были в студии, нам помогал Родион Золотарев. Это была программа «Синема».